друзья всем огромный привет спасибо что заглянули сегодня ко мне в гости я вам очень рада добро пожаловать для тех кто у меня в гостях впервые меня зовут юлия и на своем канале я рассказываю про парфюмерию которая есть в моем гардеробе парфюмерном и иногда о своих украшениях которые я также люблю не меньше чем ароматные флаконы и сегодня я хочу посвятить историю одному единственному аромату и это аромат парфюмерного бренда амуаж который у меня появился относительно недавно благодаря любе любопытный нос люба живет в чехии в моей любимой праге я очень люблю смотреть обзоры любы потому что у нее очень большая коллекция ароматов огромнейший парфюмерный гардероб и я всегда узнаю что-то новое из ее обзоров потому что помимо того что у нее есть множество ароматов о которых я даже и не слышала она еще очень подробно и очень интересно о них рассказывает так вот в одном из своих обзоров о хвойных ароматах а я обожаю хвойные и лесные древесные ароматы я услышала у любы об аромате амуаж эпик так получилось что я приобрела его очень быстро и без затеста и собственно сегодня я в этом видео делюсь с вами своим впечатлением об этом аромате и в первую очередь я хочу показать вам коробочку обычно я не храню коробки но ароматы от амуаж как еще некоторые составляют исключение потому что они очень красивые и так обратите внимание коробка напоминает лично мне мраморный слиток такие красивые у нее разводы здесь золоченые буквы логотип о де парфан и что для меня сначала показалось странным китайские иероглифы тоже золоченые и так на красивом постаменте красивый насыщенного глубокого зеленого вкусного цвета флакон у меня это 50 миллилитров без пары пшиков крышечка как обычно напоминает купол мечети оман мусульманская страна и здесь камушек нефрит и обратите внимание я сегодня тоже в наборе серебра с нефритом эпик нефрит зеленый цвет аман и китайские иероглифы все смешалось поначалу это кажется все нелогично но если разобраться по сути аромат посвящен шелковому пути посвящен китаю а точнее китайской традиции чаепития в базе этого аромата заявлены нота чая честно говоря давайте я его нанесу на себя и буду с вами делиться как раз таки своими впечатлениями об этом аромате поначалу этот аромат действительно для меня пахнет древесными хвойными нотами на старте это очень резкий аромат очень такой смолистый бальзамический здесь действительно древесные смолы уд и сначала он как бы стартует такими знаете впечатлением что ты вдыхаешь дерево покрытое краской и лаком вот такие лакокрасочные изделия они обычно так пахнут но потом этот аромат постепенно начинает усаживаться на кожу разогреваться и уже пахнет действительно красивый такой древесиной с выступающими на ней вот именно каплями смолы аромат становится такой теплый такой знаете умиротворяющий что ли ну лично для меня всегда почему я люблю древесные ароматы потому что они для меня имеют вот как раз таки эффект умиротворения успокоения такого релакса чая я здесь к сожалению совсем не слышу но зато что я очень отчетливо слышу в базе помимо заявленного бензоина ванили и мускуса это роза я не знаю какая это роза красная белая розовая чайная болгарская турецкая для меня это неведомо но я точно могу расслышать именно запах розы потому что я ее чувствую на физическом уровне и к сожалению я не очень с ней дружу почему-то она меня очень раздражает и вот после вот вдыхание этого аромата который мне пахнет деревом смолой чем-то теплым и родным хвоей которую тоже часть людей которая пробовала этот аромат тоже слышит вот это вот умиротворение она проходит после спустя там минут 40 потому что приходит вот этот запах розы для тех кто любит розу возможно этот аромат придется по вкусу потому что эта роза она не сильно выбирает она гармонично смотрится на вот этой вот красивой древесно-хвойной подложке и вы знаете можно мне кажется если долго смотреть на этот флакон вот внутри него разглядеть эти лепестки розы да вот именно в глубине хвойных колючих лап но к сожалению мой нос не переносит этот запах розы поэтому как бы я его не разнашивала у меня начинает от него немножко болеть голова поэтому поэтому я ищу для этого аромата хозяйку а может быть хозяина хотя эта версия женская и кстати хочу сказать сделать такое небольшое объявление в инстаграме и в вконтакте я создала аккаунт в инстаграме он называется love perfume and jewelry где я как раз таки выставляю фотографии видео ароматов с которыми я готова расстаться и я ищу хозяйку или хозяина с подробным описанием этих ароматов сколько там объема к сожалению я отправляю ароматы только по россии потому что и так я уверена что они дойдут хотя почта россии бывает тогда чудит как выясняется и иногда там проскальзывают еще украшения в контакте тоже есть сообщество в моем профайле где также я дублирую всю информацию об ароматах поэтому если вдруг вы любите розу сочетании с хвоей с древесными нотками 50 миллилитров без пары пшиков в красивом флаконе это версия как раз таки оман произведена в омане потому что иногда это бывает еще югей united kingdom у меня есть один из ароматов фамуаш который выпущен именно united kingdom приглядитесь подумайте потому что как-то быстро разбирают ароматы пишите мне в личку пишите сюда в комментарии я буду рада если этот красавчик найдет себе новую хозяйку и вообще хочу с вами поделиться новостью что я сейчас пребываю в таком состоянии я называю это состояние самолечение когда я постепенно что ли меняя свое мировоззрение относительно своей парфюмерной зависимостью и в прошлом году мне так случилось прям что я покупала ароматы очень много очень часто без затеста бывали иногда разочарования то сейчас я как я уже сказала занимаюсь самолечением то есть я пересмотрела весь свой парфюмерный гардероб я в конце года раздала подарила друзьям родственникам знакомым более 20 флаконов и в начале этого года я вот как раз занялась уже тем что пошла немного дальше начала размещать объявления о продаже ароматов которые также остаются без моего внимания на моем парфюмерном столике или на полках парфюмерного гардероба и в будущем я определила для себя что я буду приобретать ароматы исключительно после затеста и обдуманно принимать решение хочу ли я этот аромат или он будет также стоять и пылиться у меня на полке и в ближайшее время я хочу поддержать свою любимую подругу софию форманову сонечка привет тебе огромный и поддержать как поучаствовать в первую очередь для себя в небольшом эксперименте я думаю так это можно назвать но убай то есть первого марта несмотря на то что у меня будет день рождения там еще и 8 марта день рождения дочери я не планирую покупать ароматы я ожидаю сейчас пару ароматов они уже идут ко мне я уже приобрела что-то я уже офлаконила после затеста ароматов от левантов от дорогой любимой олечки поле тебе тоже огромный привет я тебе покажу скоро совсем скоро что я уже офлаконила в ближайших обзорах вот поэтому я буду рада если вы меня и соню поддержите если вдруг вы не подписаны подписывайтесь чтобы не терять меня потому что я знаю что большинство моих зрителей смотрят меня без подписки мне будет приятно если вы не будете меня терять тем более что последнее время я появляюсь не так часто простите меня за это вот и я буду рада ближайшее время рассказать вам о своем парфюмерном лишь листе на 2021 год если вы напишите мне что вам это очень интересно но на сегодня все мы с эпиком амуаж прощаемся с вами желаем вам доброго здоровья и ищем хозяюшку или хозяина отзовись пока пока до новых историй